я я я абсолютно на этом зациклен на своих вкусах предпочтениях на своих мыслях на свои значимости это все ты знаешь когда даже если допустить что что-то временное что-то эфемерное когда она принимает настолько гигантские размеры обретает такие гигантские размеры то действительно иногда думаешь что может быть это короче это казань тут вот там вот будет у озера там она по-моему кабан называется это точно не могу тебе сказать в общем сейчас мы туда да вот тут она вот так вот здесь перейдем я не знаю как как раду мы здесь перейдем по поводу я еще раз человек собственно это теме возвращает прекрасно канал это наконец-то то место где мое я можно прим при применять без ограничений и даже более того это не только можно что называется но и нужно так что ж такое я и что такое как я сказал вот эти все мои строго определенные вкусы строго определенные мысли все же это все такое как с этим быть ну ты уже знаешь про большинство этого что что это такое музыка это британский американский рок-н-ролл книги это все сплошная классика академическая и знаешь такой эффект эффект в том что я это все это от этого всего академизма порядком страдал когда мне там начинает начинал начинает тебе втирать всяческий догматизм всякие догмы и так далее но в итоге как это всегда и бывает сам я на в итоге начинаю это же самое вворачивать ну стагматизм академизм понятно что все все является просто на пусто способом выживания видами развлечения каждый развлекается как он может ну или выражаясь более пацанским языком каждый дрочит как он хочет все это ясно но все-таки заслуживает внимания вот это ощущение неизыблемости моего я ощущение бессмертия ощущение того что моему я ничего ни при каких условиях не может угрожать все это я думаю опять же результат тех условий в которых я возрос идеальных условий наверно так что делать и как быть я не знаю знаешь вчера было психоделическое и тяжелое для моей психики перемещение сюда в казань на машине через мы ехали по платной трассе москва-казань я вот про это думал еще говорить уже когда мы въезжали в казань до этого здесь были такие пригород который очень сильно мне так скажем меня угнетал вот так угнетающие пригород в общем такое деле только без трупов и умирающих с голоду все как-то веет агрессией все это налеплено одно на другое в общем ну это понимаешь еще смена смена же произошла собственно говоря общественного строя всего до этого же это вот было то самое монолитное государство которое везде и всюду во всех городах фиксировано строил одно и то же ну а теперь в это все врезается иностранный стиль я являюсь большим поклонником Соединенных Штатов но считаю что небоскребом их небоскребы придумали там и я считаю что это все у каждого государства каждая местность должна иметь свое лицо зачем в Лондоне небоскребы зачем в Казани небоскребы зачем в Москве небоскребы я этого не понимаю Казань это не Даос Даос это не Казань и везде должно быть что-то свое ну что поделать поэтому вся эта эклектика ну а главное что я подумал ребятки главное что я подумал это а что если у меня какая-нибудь болезнь и в общем что ну короче пришло мне осознание что я не вечен что я могу исчезнуть и мне стало от этого нехорошо при том что по большей части мне было всегда нехорошо именно от того что исчезнет кто-то другой понимаешь не я а близкие мне люди и так далее и так далее слушай это по-моему не то а может быть это и то но все не написано что это за озеро Кабан это или не Кабан озеро с названием Кабан есть в Казани не мы когда-то в другое место ходили хотя мы здесь тоже ходили да ну вот понимаешь а вот что самое главное самое главное что я понял что происходит в этот момент вот допустим смертельное заболевание доблестные врачи сказали там сколько тебе осталось мне не и вот ты себя чувствуешь ну или как человек все себя чувствует все хуже и хуже ну и в конце концов уже опять же на отвяжись ну по-прежнему не понимает кто он откуда и куда уйдет но уже просто на отвяжись он уже у него уже нет сил уже об этом думать и все и как говорится человек уходит в каюк и все он уже просто у него уже нет сил ни о чем думать может быть это и преимущество не знаю но слабо как-то знаешь не знаю на мой взгляд это не может быть преимуществом потому что я не люблю соглашаться с тем чего я не понимаю я уже про это много раз говорил постоянно говорю не люблю ну вот в казани понимаешь вот сколько таких вот мест смотри вот допустим вот это озеро тоже очень благоустроено уже там вот как говорится кремль просторы все эти связанные с с кремлем с пересечением вот двух широких век волги и казанки это это что-то ну при этом при всем я еще повторяю что казань это для меня город родной я здесь бываю с ну с самого раннего детства как меня по-моему в годовалом возрасте сюда привезли я здесь в казани ходить научился в квартире на лаврентьево улица лаврентьева дом 12 квартира 116 привет нынешним владельцам что называется помните что владеет тот кто живет первоначально квартира владеет тот кто в ней научился ходить понимаешь поэтому я и говорю вот по этому адресу по кавру который у меня сейчас на исследовательской станции я научился ходить знаешь и как то все таки странно но меня немножко подтягивает назад на мою исследовательскую станцию там я на своей территории вот что немаловажно